Свет мой зеркальца, скажи. Да вроде нормально всё. Знаете ли вы, что просто посмотрев на себя в зеркало, можно понять, всё ли в порядке с вашим организмом? Например, по глазам можно заподозрить развитие гипертонии, а по коже – проблемы с кишечником. Я сегодня приехала в ГКБ номер 29 имени Баумана, чтобы узнать все подробности. А также я выясню, в каких случаях отёки на лице – это норма, а когда это признак болезни почек. И о чём может рассказать свет вашего языка. Антошел Диана Ивановна, врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением. Диана Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я каждое утро встаю и, когда иду чистить зубы, естественно, смотрю на себя в зеркало. Ну и вообще мне известно, что если смотреть в зеркало на своё лицо, то можно заметить какие-то отклонения и заподозрить развитие каких-то заболеваний. Давайте начнём с глаз. Что можно заметить по глазам? Если вы заметили, что у вас ваши склеры или белки глаз побелели, это может свидетельствовать о том, что у вас анемия. То есть там бледнеет не только кожа, но и ваши слизистые. Если вы видели, что ваш глаз стал жёлтым, приобрёл жёлтый оттенок, то это может свидетельствовать о патологии печени, когда повышается белирубин, и он начинает откладываться в коже и в слизистых. Это какие могут быть болезни? Это какие-то типа острый гепатит? Это может быть острый гепатит, это может быть хронический гепатит, это может быть и заболевание желчного пузыря, и желчевыводящих путей. Всё это может привести к жёлтушности. А возможно, я тоже порисую? Давайте. Вот бывает такое у некоторых людей, даже и у моих знакомых, да и у меня было такое, что вот так смотришь на глаз, а там прям сосуды так видны, вот они реально так вот растекаются, и как-то глаз краснеет. Причин может быть несколько. Например, банальная причина – это вы не выспались. Ещё как причина может быть – это воспалительные заболевания глаз. То есть это конъюнктивиты, это может быть механическое раздражение, когда попадает пылинка, соринка, также может быть инъекция сосудов склера. Но это ещё и повод измерить артериальное давление. Вот ещё бывает такая история. Тоже встаёшь утром чаще всего и смотришь, а какие-то отёки думаешь, ну ладно, это я потому что вчера селёдку ела. То есть это как-то объяснимо. А могут ли вот отёки тоже сигнализировать о развитии каких-то болезней? Да, действительно, отёчность на лице утром – это один из вариантов нормы. Скажем так, это не норма, но отёки возникают, когда человек употребляет большое количество солёной пищи, когда он накануне злоупотребил лёгкими углеводами, они также задерживают жидкость, или, допустим, плохо спал, или спал на неудобной подушке, в неудобной позе, на неудобном матрасе, когда нарушился лимфодренаж, это тоже может привести к отёкам. Но такие отёки, они в норме уходят утром, через час примерно, как вы проснулись, сделали какие-то гигиенические процедуры, начали минимальное движение, то есть лимфодренаж улучшился, нормализовался, и такой отёк должен проходить. Но если вы заметили, что ваши отёки нарастают в течение дня, если это не только отёки на лице, отёки, допустим, на нижних конечностях, даже могут быть на руках, если сложно дышать становится, дышка появляется и при физической нагрузке, это может свидетельствовать о том, что есть заболевание сердечно-сосудистой системы. Если же отёки утренние, под глазами, или отекает очень сильно верхнее веко, эти отёки мягкие, они перемещаются при вашем прикосновении, у вас появляются какие-то дополнительные жалобы, боли в поясничной области, повышение температуры, это тоже повод для обращения к врачу, потому что об этом могут свидетельствовать заболевания почек. Так что вот, друзья, если отёки безопасны, то уже через час после пробуждения они проходят. Если же отёки не проходят, то это повод обратиться к врачу. И вот тогда финальный вопрос про язык. Я вот, например, слышала, что если белый налёт на языке, это значит, что ты заразился, там, ОРВИ, или какое-то там воспаление у тебя идёт в организме. Вот это правда? Если язык обложен белым налётом, да, действительно, это может свидетельствовать о том, что какой-то процесс протекает, воспалительный в организме, да, интоксикации, это могут быть острые хронические интоксикации. Если этот налёт плотный, да, белый налёт, и покрывает вот так вот полностью весь язык, если этот налёт напоминает творог, такой творожественный налёт, это может говорить о том, что есть грибковое поражение желудочно-кишечного тракта. Типа кандидоз, да? Да, совершенно верно. Это может быть кандидоз. Ну что ж, очень интересно, очень наглядно. Диана Ивановна, спасибо вам большое за интересный рассказ. Спасибо. Любите себя и свой город москвичи. Смотритесь в зеркало. Пока-пока.